Закончился у нас первый день соревнований, причем не только на Спартакеаде, у нас начался еще один турнир, это финал Кубка Санкт-Петербурга, но это все-таки местное соревнование, не носящее характера всероссийского, как та же Спартакеада или Первенство России. Хотя, что касается качества трансляции, Юниор ТВ или Студия 38, как обычно в целом все было здорово, ну а трансляция с канала ДФС Раша, как обычно все было через одно место, но по крайней мере записи, записи программ, с ними все нормально. Оба турнира проходят без зрителей, и из-за этого стоит какая-то странная атмосфера. То есть да, если мы говорим о местных соревнованиях, там это не впервой, каждый месяц проводится огромное количество соревнований, где нету зрителей, но там стоит какая-то спокойная, расслабленная атмосфера. Ну и зрителей все же есть, 10-20 человек, но есть. А вот на этих двух турнирах нету вот этой спокойной, расслабленной атмосферы, а какое-то, я бы сказал, такое чувство беспокойства, которое окутало ледовые площадки. Результаты первого дня Спартакеада вы можете видеть у себя на экране. Все прошло достаточно предсказуемо, без сюрпризов. Да, ну и странно, вообще вот это першение до сих пор никуда не делось. Сколько уже 2-3 дня прошло, до сих пор как будто бы стоит ком в горле, и при этом немножко побаливает спина, верхняя часть в области легких. Но одновременно с этим нету ни кашля, ни температуры. Так что, конечно, странное дело. Ну а что касается Спартакеады, как я и сказал, все идет достаточно спокойно, ровно и в хорошем смысле предсказуемо. Но из-за вот этой тревожной и беспокойной атмосферы как-то было страшно смотреть, даже одеяло не спасало. Так что, может быть, завтра будет как-то более спокойно в этом смысле, что на Спартакеаде, что на финале Кубка Санкт-Петербурга.